Здравствуй, зритель! Благодаря одному доброму хейтеру, имя которого или которой история умалчивает о половой принадлежности хейтера доброго, я не скажу, ибо я не знаю имя этого хейтера, ибо и хейтер каждый раз представляется по-разному. Нам да сука, но ни хрена оно мне не ответит. Короче, я узнала, что в чёрном коте есть крючочки. На самом деле я знала, что там есть крючочки, но последний раз, когда я там была, там были такие крючочки, которые мне не надо, мне надо было другие крючочки. Но я всё-таки сегодня всё равно сошла в этот чёрный кот на Ментовской, забыла как улица называется, я её всё время Ментовской называю, потому что там полиция углическая находится. Я запёрла чёрный кот и вот купила себе вот такую водолазочку, она дохрена длинная, аж талию короче закрывает, до нижнего полушария мозга практически. Рукава у неё тоже дохрена длинная, я её, конечно, ни хрена не мерила, я так посмотрела, думаю, там была ещё фиолетовая, но чё-то на меня смотрела так оранжевая, я подумала, фиолетовые у меня уже когда-то были, а оранжевых вроде как и не было. Думаю, и вообще мне надо водолазочку. И потом я подумала, даже если она вот без примерки мне не подойдёт, ну пущу её на тряпки, хрен ли она стоит-то всего лишь, сейчас скажу сколько. Водолазка женская, длинный рукав, 239 рублей. Короче, длинный рукав так и задуман. Вот так вот, если вдруг руки замёрзли, когда вот уже не снег, а холодно просто, ну вот так вот уже. Длинный рукав у водолазки. Если какие-то звуки, то там кот ошивается. А ещё я зашла, у меня тут кот, значит, как видит меня, так сваливает со стула, он думает, что я, значит, сейчас прям сию минуту за стул сяду, который за компом. В общем, он меня тут растянулся, чё-то так хулиганить пытается, я говорю, птишок, а кто такой добрый купил тебе вкусняшку? Лёля вдруг увидела какой-то про-хвост и решила купить полноценный сбалансированный гарантия 100% качества мясной ассорти в соусе. К этим самым ключикам сделано, оно у нас 12 января сего года. Состав я не смотрела, мне пофиг. Конечно, товарищи насики и попобольцы местные будут вопить, скорее всего, что я покупаю какую-то хрень. Ну, я же покупаю за свой счёт и своему коту, так это как бы, это моё дело. Я же не доставляю этих попобольцев и насиков есть эту хрень, да? Сейчас скажу, почём кайф. Где ты тут, хренатень? Корм про хвост, 415 грамм, 39,90. Я увидела вот такое. У меня есть в два раза меньше, на зоне брала и ещё с роднёй поделилась. Купила себе. Тут, значит, три штуки пошире, такие я что-то похожее в фиксе покупала. Тут три штуки набор, алюминий. Сейчас скажу, почём кайф. Где тут оно, блин? 32,90. 32 рубля 90 копеек. Я тут что-то пыталась себе запечь, но пока ещё только думала. В общем, вот он будет. У меня даже есть теперь соус терияки, можно в нём будет замочить, а потом запечь. Вообще у меня даже есть рукава для выпечки эти самые, или для запекания, но я в них ещё пока ничего не пробовала. А ещё у меня надо было колготки. У меня так как бы есть тёплые леггинсы, тёплые леггинсы, очень тёплые леггинсы, а колготок нема. А вот так вот чисто вот выйти, потому что в джинсах иногда они у меня такие тёплые джинсы, а другие по цвету даже больше летнее, чем... Ну, они, конечно, прохладные, но они вот тупо... Холодно в них будет. И они как бы по цвету вот, ну, не зимние, не грязные, салатовые вот эти ещё рваные джинсы есть, ещё какие-то джинсы. Короче, мне тупо надо вот... Есть у меня там какие-то платья, оказывается, у меня две юбки, я забыла, у меня есть чёрная юбка под кожу, и такая типа джинсовая. Короче, купила я себе колготки, я так давно не покупала колготки, я вообще как-то всегда думала, что надо носить троечку, у меня все так говорили. А тут вот посмотрела, и, видимо, надо носить двоечку. У вас... Ваш вес от 55 до 65, вот я не помню, сколько я сейчас вешу, но последний раз вешивалась, было 59. Ваш рост от 160 до 170. И вот у вас тут идёт двоечка, и вот у меня эта двоечка я взяла, и тут 2С, наверное, 149 рублей, 100 Ден. Я в Денах-то уже не очень соображаю, я помню, что 40 Ден это какие-то дофига тонкие, и хрен знает для чего. А вот эти, я думаю, что они должны быть не слишком жаркими. И при этом не слишком холодные. Прома-100, вот как раз в чёрном коте. Мягкие эластичные колготки из микрофибры. Тут у нас в составе есть 3% хлопок, скорее всего, это уставится. Специальная вставка в нижнее полушарие мозга, удобный шов. Наверное, на кончиках пальчиков тоже, скорее всего, этот самый хлопок, эти 3%. 17% эластан и 80% полиамид. Сделано в театре. Театр-бренд. Срок годности не ограничен. Стирать и сушить раздельно. Что-то я так зависла. Стирать и сушить. Отдельно от всего, я так понимаю, или стирать и сушить вообще? Вот так сначала постирал, потом отсобачил, на две части разъединил, а потом высушил. Короче, стирать при 30 градусах. Интересно, в стиральной машине колготки можно стирать на 15-минутной стирке экспресс или как? Мягкие, бархатные, эластичные колготки из микрофибры. Днотонные по всей длине. Гигиеничная ластовица. Комфортный поезд. Высокий шов. Укрепленный носок. Вот, вот такое вот счастье я себе купила. Так что, вот. Так, вот эти фигни по 65, по 98 на зоне стоят. А тут они вообще какие-то гроши. Те же самые 6 штук. Где тут оно? Форма для выпечки круглая. 29,90. На 2 рубля, на 3 рубля дешевле, чем прямоугольная. И на 3 раза ее больше. Тут ее 6 штук. В общем, я как бы кексики-то пока вроде как не засобираюсь. Ну, мало ли что, вот так тоже запечь такое мелкое. Или может даже кексики сделаю. Тише свалил бы ты отсюда. Тут ничего съедобного нет в другом пакете. Я себе купила. Давно что-то на эту фирму смотрю. Она вообще похожа по дизайну на миссис грин, которую я когда-то на озоне покупала. Возможно, даже на ютуб уже успевала обозреть. Но что-то я сто лет ее не видела. В нет наличия на зоне ее. Короче, вот дизайн один в один. С комуниженность с этой миссис грин. Свобода. Фитотерапия, бальзам, ополаскиватель для всех типов волос. Экстракт женьшения, экстракт зеленого чая, провитамин В5, здоровый баланс, питание и блефт 430 миллилитров. И сроком до мая 2021 года. Я че это... Как-то у меня, видимо, волосы подустали от этого шампуня. И я вот еще соображаю, может на днях все-таки сделаю самопальный свой шампунь. Ну, в смысле имени меня. Я даже тут вчера мыла голову пеной для вам. Ивановской не мойте голову пеной для вам, а ивановской волосы. Такие вот, будто их вообще не мыли. Ну, в смысле, они чистые, но прилизанные без объема. Даже не то, чтобы прилизанные, они вообще какие-то без объема. Но при этом чистые. И вот так как я посмотрю по дизайну, оно один в один, как миссис грин. Я думаю, что, наверное, оно и по консистенции такое же. В общем, я себе купила вот эту свободу. Попробую сначала вместе с этим шампунем. Но потом попробую, если возьмуся за жабры и сооружу этот тот шампунь. Так, я себе еще купила жидкое мыло. У меня, конечно, есть кусковое мыло от подписчицы из Украины, которая просила меня оставить ее неизвестной. Оставляю неизвестной. А еще кусковое мыло от Лерки из Тюмени. И вот, ну, что-то вот мне иногда охота жидкого мыла. В общем, купила себе жидкое мыло. Что-то оно до хрена бюджетное, наверное. Нету-то, ну, блин. Пакет майка, кстати, два... Не, вот в фиксе два рубля пакет майка. А тут пакет майка пять рублей. При этом он уже слегка порванный был. Пакет майка в Финляндии. Сделан стопудово в Рашке где-нибудь. Так, а где оно у нас тут? Жидкое мыло. Красная линия, 520 грамм. Нежная, 79,90. Сейчас только вспомнила, что что-то раньше покупала от красной линии. Европейский стандарт. Масса нет, там, 520 грамм. Что, блин, делает его? Русская косметика его делает. Город Одинцово. Московская область. В Одинцово у нас есть девица одна. Стефоретника. Красная линия, жидкая крем-мыло. Нежная, с экстрактом зародыша пшеницы. Не сушит кожу, содержит натуральный увлажняющий комплекс В5. Витамин. Нежная и нежная. В общем, вот такой, я думаю, надолго хватит. Да и дозатор вроде как изменяемый. Тут у нас еще что-то я увидела. А сейчас только подумала, у меня же есть такая лапка 90. В общем, лапка 90 тебе посвящается. Корм лапка для кошек с рыбой. С любовью к кошкам. Вообще, первый раз увидела. Вообще, вообще. А тут, ну, в общем, увидела в коте впервые в жизни. Не то, чтобы я там впервые в жизни увидела именно этот в коте. А именно вообще его впервые увидела. Такой корм-корм. Лапка 85 грамм. 9,90. Там была, это, кролик, говядина, курятина, кажется. И вот этот самый рыба. И все по одной цене. Я себе купила свою любимую жидкость. Для снятия лака, которую раза два уже покупала. Еще моя родственница покупала. Но вот что-то я давно ее не видела. И как-то была в коте. Ее тоже не было. И когда я ее последний раз покупала, она была 52 рубля. А сейчас она 49,90. Хотя у меня еще другая жидкость есть для снятия лака. Но вот я решила эту купить. Чтобы она уже была, когда та закончится. Ваш яркий маникюр. Жидкость для снятия лака. Кальций и лимонное масло. Может быть, в прошлый раз было другое масло. Но, по-моему, вот оно один в один такое же. Может, они бывают, правда, разные. Но вот те же 200 миллилитров. Короче, вот тут в составе действительно лимонное масло. Правда, ацетон. Ацетон, вода, глицерин, лимонное масло и кальций. Может быть, правда, надо будет посмотреть мои старые обзоры пустых баночек. И глянуть там, что на самом деле было. Потому что мне казалось, что там другое какое-то масло было. Но тут у нас кальций и лимонное масло. Главное, что масло. В принципе, вот оно как бы ацетон. Даже там, где пишут, что нет ацетона, мне кажется, этот ацетон есть. Потому что у меня была какая-то ошибка для снятия лака без ацетона. Но воняла она так. Ну и то, из-за чего в начале ролика я говорила... Аригато, гадзаймас! Товарищу хейтеру доброму. Ну, почему добрый хейтер? На самом деле это очень агрессивный, злой хейтер, у которого, как она даже сказала, однажды она в стриме сказала, что у неё хорошее на сцене, поэтому она гадости про меня писать не будет. А потом она по большей части пишет гадости. В общем, у неё стабильно плохое настроение. Она стабильно плюётся ненавистью. Не знаю, только у меня на канале или ещё где-то. Ну, в общем, такая печальная женщина. Но вот она мне сказала, что в чёрном коте есть. Я подозреваю, что и в другом чёрном коте есть. Я купила сразу шесть. В общем, вот такие. Они вот эти сорок восемь стоят. Тут по-русски, по-моему, вообще ни черта нету. Но есть на английском, в принципе. Хотя я подозревала, что было тупо на китайском. Можно повесить 500 грамм какую-нибудь вешалочку с кофточкой. Можно повесить ключи, которые весят 200 грамм. Можно повесить 600 грамм зонтик. Можно повесить какую-нибудь сумочку, которая весит килограмм. Но мы уж только всего туда не будем хреначить. Я вообще другое хочу сделать. Хотя другой вот стороны тут чё тут. А, ну, короче, как обычно, приклеил эти значки, крючки. И в ближайшие сутки их не трогаешь. Дата изготовления 2014 год. Срок годности не ограничен. Изготовлено из пластик плюс металл. Безопасный для здоровья. Избегать нагрева. Крючок декоративный набор. Там, короче, можно было найти вообще тупо три арбузика. Можно было найти что-то, персик и ещё какую-то хрень. Тут у меня яблоко, лимон. Можно сказать, что и апельсин даже. Вот у меня дома когда-то рос лимон. Ещё при бабушке и при маме. И потом ещё после мамы при бабушке. Но, наверное, это всё-таки апельсин, яблоко и вот арбузик. А ещё я купила себе тут три на штучке. И они такие вот как бы поднимаются даже по ходу дела. Тут у нас тупо присобачить и 24 часа не трогать. Да, и вот на этом было тут на китайском. Китайский же, да? Да, тут тупо китайский. Тут японского небельмяса. Тут китайский. Да, и сделано в Китае, сделано в Чине. Короче, раз сделано в Китае, а то хрен не тут ещё будет какой-то другой язык. Такой иерографический. Ну, тут ещё на инглише есть. Так, это тоже, по-моему, китайский. Типа делать вот так и не делать вот так. Ну, и тут крючок, пластик, три штуки, цветок. Состав пластик плюс металл. Безопасно для здоровья. Избегать нагрева. Этот сделан уже позднее, в июне 2017 года. Срок годности не ограничен. Она стоит 65 рублей 90 копеек. Там, кстати, такие ещё есть. В общем, вот я купила себе крючки. Сейчас вот обозрю их и пойду присобачивать. Не уверена, что все сразу присобачиваю, но вот надо подумать, куда вот эти присобачивать. Так, чтобы удобно было. Вот спасибо тебе, хейтер, безымянный, анонимный, добрый, мы ставим. Если б не ты, я бы это и не зашла. Хотя я как-то... Я вообще забыла, что ещё чёрный кот есть. Просто когда там была, там реально были не такие крючки. Вот я столько всего на 807 рублей с копейками накупила там. 807 рублей 20 копеек. Всё вроде обозрела. В общем, всем спасибо, кто осилил. Всем добрых хейтеров. Всем пока. И хейтерам, которые даже злые, тоже добрых хейтеров. Хотя нет, ладно. Злым хейтерам. Злых хейтеров.